здравия друзья мои так сейчас у нас здороваются военные но а также это было приветствие у всех славян не в столь древние времена и поскольку я с вами теперь уже поздоровалась и меня представили теперь я говорю и вы мне скажите как хорошо ли видно меня хорошо ли слышно меня прийти киев поставьте чат плохо слышно тихо я сделала у себя все что могла то было вам хорошо слышно если вам плохо слышно советую одеть наушники у кого они есть может быть от плеера может быть от телефона с наушниками да ну уже лучше стало вот есть бегунок справа можете его пододвинуть и будет еще громче слышно да да микрофончик и вот отлично теперь микрофончик ну тогда продолжаю раз меня хорошо видно и слышно то давайте с вами познакомимся кто у нас тут из каких мест где ваша родина где вы сейчас находитесь вы мне в чатике напишите вот как бы из своих мест привет передадите сама я из петербурга и третье лето у нас не совсем лето и поэтому с праздником ивана купальской ночи ну как бы как как придется как у кого получится а вы мне сейчас расскажите кто вы откуда вы так Алматы Казахстан представляете Казахстан с нами Башкирия замечательная солнечные страны у нас сначала здороваются как всегда они горячие Ставрополь юг России у нас знойное лето я говорю южные люди они сразу же моментально отвечают родом из Украины и сейчас в Варшаве тоже хорошо мы все за то чтобы на Украине скорее завершился конфликт и наши народы всегда были братьями и так и останутся ими так ну что остальные наверное все с севера Сибири вас не молчат ну ничего будем дальше продолжать но почему у вас это еще спрашиваю кто откуда да мир флот Россия да Наталья говорит почему я это спрашиваю потому что культ солнца как верховного божества был распространен в древности настолько широко что практически захватывал все планеты ну а почему собственно потому что солнце это наше светило солнце дает нам жизнь солнце светит всем без исключения и поэтому естественно солнце было божеством оно было обострено абсолютно во всех культурах и те праздники о которых мы сегодня говорим те праздники которые называются праздники солнца ворота вот они были распространены вот вы можете кто-то поверит кто-то нет вот из Сабона до Владивостока захватывали еще и Японию и от Мурманска до наверное южной оконечности Африки и в том числе включая обе Америки я думаю что кто-то у нас кто присутствует на нашем вебинаре скажет что вот ездил в какую-то страну и попал там на праздник солнцеворота может быть он там как-то по-другому называется но в принципе что равнодействие что солнцестояние вот если это у вас получилось если у вас это случилось то вы мне сейчас в чате это напишите то есть если кто-то был в дальних странах допустим в Японии этот праздник отличается он является международным и он является национальным праздником Японии точно так же широко праздник и что праздник летнего солнцестояния два равнодействия и два солнцестояния они празднуются во всем мире и в Японии и в Китае и в Мексике представляете какой охват территории и сейчас возрождаются славянские народы славянские традиции мы вспоминаем то что то чем мы владели и то что у нас сохранилось и то же это все начинает активно действовать кто-то из вас возможно был на таких праздниках уже непосредственно у себя дома на Украине, Белоруссии может быть в славянских странах западных может быть у нас в России наверняка вы уже были на таких праздниках и кто был тот просто плюсик поставит потому что эти праздники как бы широко идут сейчас по всем славянским странам ну поскольку молчите ну что ж мне от этого немножко тяжело поскольку я люблю диалог а не только монолог я не люблю просто сама говорить я люблю когда люди активно отвечают я думаю что все равно кто-то из вас был конечно на в славянских праздниках здесь значит на слайдике обо мне немножко рассказала Ольга я еще добавляю о том что я являюсь практическим психологом с университетским образованием поскольку я всю жизнь занималась эзотерикой то естественно как бы это меня назвать так покороче чтобы было чтобы выражала саму суть чем я занимаюсь я занимаюсь эзотерикой поэтому эзотерический психолог к выражению кудесница можно еще десятка-два названий придумать как меня можно называть с 2004 года я провожу праздники солнцеворота не только вот онлайн значит онлайн не пробую проводить скажем так говорить о праздниках это впервые этот курс я буду давать впервые а так я значит вот много лет уже проводила праздники солнцеворота Ксения Егорова по-моему была на одном из таких праздников у меня вот изучаю народные традиции продолжаю их изучать и наверное еще буду долго изучать общаюсь с Вахвани в 2015 году получила диплом ведущий о солнечных и семейных праздниках совсем недавно в 2017 году получила сертификат выражения по славянским резам рода я являюсь дипломантом международного конкурса ЮНСК Аполлон за разработки в области исследования ресурсных и резервных возможностей человеческого организма но также я долгое время занималась ТОРО написала книги создала свою школу являюсь автором обучающей программы ТОРО преддуховного развития это то что касается обо мне немножко вот тот самый диплом который называют некоторые дипломы потому что он от Коксфорской образовательной сети ну и пойдем дальше вот здесь на схемке представлены как раз вот эти основные четыре точки года два равнодействия и два солнцестояния здесь это как бы как космическое событие представлено надо вам сказать что все древние народы свои праздники приурочивали к космическим событиям или то что мы сейчас говорим о том что вот сегодня та самая ночь 6 на 7 число и это будет Купальская ночь ну как вам сказать то что Эдрегор работает и многие люди в это верят поэтому оно конечно будет работать но на самом то деле у нас ведь как вы знаете календарь менялся две недели на две недели все дело переносилось и все праздники на две недели переносились Рождество у нас теперь 7 января а было 25 декабря так вот как бы солнцестояние зимнее осталось на том же месте так же как и летнее солнцестояние осталось на том же месте то есть говорить о том что оно переехало по чему-то указу на две недели куда-то вперед нет это неправильно все осталось как и прежде и самая волшебная эта ночь как раз мы ее уже пропустили потому что она была с 21 июня на 22 июня по космическим законам само солнцестояние когда солнышко у нас как бы стоит когда у нас самая короткая ночь когда у нас день не укорачивается но и прибавляется это как раз вот эти вот самые волшебные дни скажу два слова о праздниках солнцеворота которые которых здесь представлено 8 которые здесь представлено 4 но вообще их 8 и вот если провести через центр через солнышко оси соединяющие два равнодействия и два солнцестояния у нас получится крест и если этот крест представить что ну как бы у нас земля вращается вокруг солнца да то есть удвинуть несколько концы этого креста то мы получим свастику которую постоянно рисовать и вот вот Продолжение следует... 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 У меня даже, смотри, народу немножко поубавилось, не все вытерпели. Ну, что поделаешь. Давайте будем продолжать. Кто за то, что продолжит, поднимите руки, как говорится, поставьте пузыки. Итак, сегодня я говорю о праздниках Солнца Ворота. Стала говорить, боюсь произносить теперь это слово. Я не буду произносить стук, но, тем не менее, пойдем дальше. Первонаперво праздники Солнца Ворота и Старей встречались с семьей, родом, общиной. Для встречи этого праздника не надо было ехать куда-то за три дня в землю, как у нас иногда теперь бывает. Мы поедем встречать Ивана Купала в Архангельск, а мы поедем в Крым, А мы поедем в Логово-Восток. Конечно, если вы хотите посмотреть все эти места, вы можете съездить и туда, и туда, и туда заодно побывать на праздники. Но если говорить о том, что было Истари, то Истари было всегда, что собирались родом, собирались общины, собирались несколько общин, собирались люди по интересам, собирались два селения, три селения. И вместе, знакомые между собой люди проводили этот праздник. Это очень важно на самом деле в энергетическом и в эмоциональном отношении. То есть горсть родной земли, как говорится, она всегда помогает. И, собственно, все обряды этого праздника и вообще праздника в солнце ворота направлены на оздоровление родичей, мир и в отцениках, благополучие всего рода. По опыту скажу, когда в празднике участвуют люди, хорошо знающие друг друга и положение дел в семьях, то есть плоченность более высокая. Все стремятся помочь друг другу. Возникает огромная сила, творящая чудеса, так называемая теперь психическая сила. Когда же праздник встречают люди, впервые увидевшие друг друга, то пока я их раскачаю на единство, пойдет много времени. Привязательно столько, сколько сегодня я отсутствовала в комнате. И даже если люди хорошо относятся друг к другу, то сплотить их бывает значительно тяжелее. Итак, я опять включаю свою презентацию. Мы остановились на этом слайдике. То есть два солнцестояния и два равноденствия. Теперь пойдем дальше. Я уже сказала, что на самом деле ночь с 6 на 7 июля – это не истинный праздник. Потому что все славянские народы и вообще все народы Земли привязывали свои праздники к космическим событиям. Я так говорю-говорю, а сама уже не знаю этого. Вы меня слышите сейчас? Звук нормальный? Плюсики поставьте. Плюсики поставьте. Хорошо. Наташа слышит. Еще кто-нибудь, который у меня Наташи меня слышит? Все хорошо. Ну, замечательно. Поехали дальше. Вот. Значит, если говорить о космических событиях, то вот здесь все нарисовано. Все четко совершенно, как оно на самом деле действует. Теперь то слово, которое я не произношу, чтобы звук не пробился. Все, значит, сейчас вам картинка будет показана. Что ж оно такое-то? Так. Возьмите, что называется, перевести на следующую картинку. Вот так у нас с солнцеворотом-то тяжело дела обстоят. Вот. Значит, то, что вы здесь читаете, называется перенок цвет. Это один из видов этого самого креста. Вот. Вообще, этот крест у нас в славянских народах 144 разных названия носит. Вот. И такие вот из этих названий, несколько из этих названий я могу вам произнести. То есть, у индусов это называется свати. И сама наша галактика, где мы живем, в личный путь, у них называется свати. Вот. А у нас это может быть по словам коловрат, святый дар, свасти, сваор, солнцеврат, агни, ирлия, солнечный крест и так далее и тому подобное. Все 144 названия перечислять не буду. Само же это слово состоит из трех рун. Руна сва обозначает небеса. Руна тика обозначает движение. С это направление. И получается постоянно вращающиеся небеса в определенном направлении. Перевод этого слова. Будем дальше идти. Как я уже говорила, на самом деле праздников не 4 основных, а еще 4 промежуточных. Итого получается 8 праздников Солнцеворота. Плохо у нас переводится немножко. Клубочка нажала, но плохо переводится. Сейчас откроется еще один вид того же самого креста. Восьмиконечная звезда. И там как раз отмечены все праздники Солнцеворота. Со всеми их названиями. Вот смотрите, открылась, да? То, где мы сейчас пребываем 22 июня. С 21 на 22 июня это праздник Купала. Это у нас называют Ивана Купала, потому что наложились две традиции, два праздника. Это христианский праздник Ивана Предтечи и славянский праздник Купала. У славян есть божество Купала, но оно никакого отношения не имеет к Ивану Предтечи. Никакого, абсолютно. Само по себе существовало несколько лет, пока в нашу жизнь не пришло христианство. Следующий праздник это осенью. Он называется осень или аксель. 24 сентября, с 23 на 24, когда с 21 на 22, это хорус или осеннее равноденствие. Потом 3 ноября зимы, 22 декабря коляда, рождение Солнца. 3 февраля весен, то есть предвестники весны, 22 марта и Рио. Вот вам все праздники. Еще забыла отметить, 1, 2, 3 мая это летний, начинается лето. Это у нас все праздники. Значит, вот свастику я вам уже рассказала. На что у нас похожа свастика и откуда она взялась? Потому что наша сама галактика, Млечный Путь, в который мы все прибиваем, она, вот если присмотреться, то очень похожа на тот самый крест, на ту самую свастику. То согласие со мной, поставьте плюсики в чат. Мало того, что она похожа на свастику, каждый в ее руках похож на перлопапортика. И вот в самом серединке, в самой серединке вот этих перьев папоротника, как будто бы весь цветок, да, цветок папоротника. Ну, спасибо, Валентина, спасибо, Ирина, спасибо, Ксения. Вот, как будто бы сам цветок папоротника расцвел на небесах. И вот когда мы, вот в наше время, в это время смотрим на небеса, то мы можем увидеть галактику, центр галактики, Млечный Путь. И получается, что волшебный цвет папоротника нам нужно искать не на Земле, а на небе. И он находится в центре нашей галактики. Но настоящее богатство, которое не купишь ни за какие деньги, которое одаривает человека благодатью, счастьем, делает человека творцом своей жизни, самым могущественным существом во Вселенной, и это любовь. Поэтому в летнее солнцестояние много обрядов посвящено любви. Сам праздник, любой праздник солнцеворота состоит из трех частей. Первая часть – это вхождение в праздник, потом сам праздник и выход из праздника. И каждая из этих частей имеет свое особое значение. И начинается каждый праздник не в сам канун праздника, не в само празднование. Вот в три дня, допустим, 21, 22, 23 дня. А где-нибудь недели за три до этого праздника. Почему? Потому что в этом времени прооткрываются небеса. И люди могут слышать нас, мы можем обращаться к ним со своими просьбами, и они будут выполнять эти просьбы. Потому что через нас наше божество совершенствуется. Для того, чтобы люди слышали нас, мы должны быть чисты внутренне и чисты наружне. Для этого мы должны освободить пространство, в котором мы живем, от старых энергий. Для этого мы должны избавиться от старых вещей. Мы должны почистить себя постом, бани. Значит, пространство очищаем четырнадцати химии. Ощищаем отношения, то есть занимаемся практиками прощения, сняться чувство вины, избавления от старых ненужных вещей, как я уже говорила. То есть мы должны быть чисты. Более подробно обо всех этих моментах очищения я буду говорить на своем курсе, который называется «Практики и обряды солнечных праздников в домашних условиях». Потому что мы можем, конечно, встречать, как я уже говорила, эти праздники где-нибудь далеко от дома. Но это вовсе не обязательно для того, чтобы проникнуться этими праздниками. Спасибо, Ольга. Ольга как раз дает вам в чате ссылочку на то, что если вы хотите попасть на этот курс, то вот регистрация по этой ссылочке. Иосифский смысл праздника солнцестояния, летнего солнцестояния, это соединяются вместе две противоположные стихии по качествам – огонь и вода. Вода – это символ женского начала, а огонь – символ мужского начала. Заканчивается русальный день и начинаются дни перуны. И солнце находится в своей наивысшей точке. Очищение на праздник летнего солнцестояния. И славяне всегда считают, что огонь и вода способны снять с тела души человека всякое зло. И недаром в стране говорили, что правда в воде не тонет и в огне не горит. Стало быть, после обряда очищения в ночь накупала, только правда с человеком и остается. А все лишнее наносное заберетесь об лучистой водице, да, вы, что не терпит грязи. Вот очищение тела-то как раз начинается с баньки. Когда мы говорим о празднике солнцестояния летнего, то многие обряды очищения, они начинаются как раз вот где-то 21-22. Сам-то праздник 3 дня длится, да. И когда у нас солнце находится в земле, то и травы, и вода, и огонь. То есть вся природа наполнена необыкновенной силой. И если мы именно в эти дни начинаем очищаться, но, конечно, не пост. Пост, чтобы услышали нас боги, мы должны провести за 3 недели как минимум. А вот, допустим, в баньку сходить, потому что как бы и травы можем собрать, и волшебный веник сделать. А как строить волшебный веник, чтобы им попариться? Волшебный веник, он делается из разных веточек. Из разных веточек. Допустим, такой букет. Это веточка, несколько веточек, по несколько веточек. Веточка ольхи, черемухи, берези, ивы, липы, смородины и рябины. Если собрать по 3 веточки, получится очень неплохой веник. И этим веникам хорошо по телу пройтись до несколько раз. А после этого в волшебную воду окунуться, искупаться в природной воде, в реке или в пруду. Это будет очень полезно. Это буквально снимают, не только очищают тело от хвори, но и снимают порчу из глаз. Вот что такое венечек в бане, собранный из особых деревьев. Из особых пород деревьев. Обязательно за несколько дней до праздника нужно очищать квартиры четырьмя стихиями. Это огонь, вода, воздух и земля. Делаем мы это по часовой стрелке, от порога, по периметру квартиры или жилища. Если, допустим, вы живете в многоэтажном доме, то есть ваш собственный дом, там, два этажа, три этажа, нужно сначала очистить нижний этаж, потом средний этаж, потом верхний этаж, и все это по периметру от порога. При этом открываются все шкафы, выдвигаются все ящики, двери очищаются с двух сторон, а зеркала и окна с одной стороны. Благовоние может стоять по четырем углам, а земля и соль может находиться в центре каждой комнаты. Заговор для очищения квартиры или жилища, как один из вариантов. На самом деле их много, и разные виды их мы будем проходить, опять же, на курсе, который я буду вам давать. Кто захочет, тот пройдет. А пока что заговор для очищения вашего жилища может быть таким. Прошу Отца Небесного, Создателя Всевосущего, Разрушителя Зла, очистить мое жизненное пространство от всякого зла и эволюционных энергий. Да будет так. И вот этот вот заговор вы можете постоянно повторять, пока вы чистите свое жилье. Основные же действия на Купальскую ночь это вот баня с душистыми травами, о которых мы уже говорили, катание по росе, роса в этот день напоена всеми полезными свойствами трав, плетение с особыми заговорами, венков с желанием, сбор трав тоже с особым заговором, хороводы, скатывание в реку подожженного колеса, как символа Солнца, которое стало убывать с каждой минуткой. И вот это зажженное колесо, которое катится с горы, символизирует Солнце, которое теряет свою силу. То есть день начинает убывать по минутке. Отпускание венков, зажимой свечки на воду, купание в наполненной силе травы, Солнца в воде, прыжки через костер и поиск цветка папоротника. Обо всем об этом я сейчас немножко с вами поговорю. Вот как говорит о купании в России обыкновенный деревенский житель, тут вот сами слова такие простые совершенно, да? Накануне Ивана на Рже в России катались для здоровья, луи катались. Вечером накануне Иванова дня, когда собираем травы, катаемся, да и сжим, да и все, с девчонкам, с девушкам только. Ребят, мы не драли. Велик, в чем матер дела? Такой простой деревенский язык. То есть можно кататься по росе, совершенно в обнаженном виде, а можно в рубашке. И кататься по росе нужно ранним утром, когда еще птицы не поют. То есть в разных широтах у нас по-разному солнышко встает, то есть это до восхода солнца. Или солнышко еще только-только появилось над горизонтом, полностью не взошло, а вы должны уже в росе покататься. Если вы катаетесь по росе в рубашке, то эту рубашку потом с себя снимают, высушивают на солнце, но больше не стирают. Если случилась какая хворь, то можно потом эту рубашку на себя одеть. И это помогает от сглаза, это помогает от какой-либо хвори. Многие даже что делают? Они простыни раскатывают по росистой траве, простыни впитывают в себя эту росу, а потом простыни высушивают. И когда, не дай Бог, кто заболел, эту простыню расстилают для того, чтобы человеку было легче, чтобы хворь быстрее прошла. Как плетутся купальские венки? Они должны состоять из разных трав. У нас, вот вы знаете, наверное, кто-то из одуванчиков плетет, кто-то из ромашек плетет венок, а на самом деле они должны состоять из разных трав. И каждая из этих трав имеет свое символическое значение и свое символическое действие на организм. Допустим, в этот венок нужно обязательно вклести дубовую веточку, как символ мужского начала, и обязательно вклести березовую веточку, как символ женского начала. И таким образом вы сразу же как бы закладываете программу, что у вас будет объединение мужского и женского начала. И это говорит о том, что у вас в доме обязательно будет налажен дуб, у вас в доме обязательно будет мужчина, на которого вы можете понадеяться, опереться на его крепкое плечо, потому что дуб – дуб, он очень крепок. Травы же, которые вплетаются в купальский венок, это колокольчик, зверобой, тысячелистик, боярышник, базилик, иван-даматя, роза, папоротник обязательно, ну и дубовые и березовые ветки. Таким образом, получается такое разнотравье, как я уже говорила, что каждая травка имеет свое символическое значение и определенное действие на организм, не только на организм, но и на душевное состояние человека. Это так называемые лучистые травы. И они наделяют венок магическими свойствами. Наши плетки считают, что когда плетешь венок, то складываешь свою счастливую судьбу. Поэтому к процессу плетения относились очень серьезно. Немаловажным считалось изготовление этого атрибута. Купальский венок плетется ранним утром, пока не сошла руса. Так же, как и травы собираются, о том мы будем говорить чуть позже, с травы купальской ночи собираются до того, как сошла роса, до того, как солнышко вошло в полную силу. Когда солнышко уже поднялось высоко над горизонтом, травы уже не так сильны. Так же, венок считается, что он обладает большой силой. И весь праздник купальской ночи вы носите этот венок на голове. Питут венки не только девушки, но и парни, потому что они тоже хотят, чтобы у них разбились их желания. И на голове мы носим венок. Почему? Потому что в голове у нас в это время роятся наши мысли. Мы мысленно обращаемся к богам, чтобы они нам дали кому здоровье, кому новую квартиру, может быть, кому новую машину, кому что. Кому денег побольше, кому и этого, и этого. И еще, пожалуйста, все пальцы на ногах. Ну что поделишь? Человеку столько надо. Кому-то мало надо, а кому-то побольше. Вот вам, пожалуйста, девушки сидят и плетут венки из разнотравли. А еще в это время плетутся обережные полиса, куда также вплетаются разные травы обережные. Это полынь, зверобой. Зверобой считается травой летнего солнцестояния. И, значит, полынь, зверобой, чистотел, то есть такие уже травы. Чертополох, это обережные травы. Если в венок вплетаются травы лучистые, то здесь вплетаются травы обережные. И потом, уже вечером, когда солнышко коснется края горизонта, венки опускают на воду. Питна не гадают. Делается так, что к венку приклеивается крест-накрест два прутика. Он, во-первых, держит венок как по расплетанию. И на эти прутики устанавливается свечка либо лучинка. Лучинку трубе установить, а свечку, допустим, чтобы она не погасла на ветру, сплетаются три свечки вместе. Хотите косичкой, хотите скруткой. И ставится уже на это перекрестие дощечек или путиков. И таким образом венок опускают на воду и гадают на суженого. Такой обряд в многих русских селениях назывался мальчаливой водой. Также некоторые девушки опускали на воду венки зажженными вычинками. Чем венок проплевет дольше всех, так и будет самым счастливым. Обязательно с корстью выйдет замуж. Чья вычинка будет дольше гореть, та проживет долгую-предолгую жизнь. Или, по крайней мере, в этом году она будет здоровой, потому что на следующую купальскую ночь мы уже опять будем венки плести и в воду бросать. А если венок сразу тонет или его прибивают к берегу, то суженые разлюбили замуж за него уже не выйти. То есть конкретно за этого суженого они вообще не выйти. Потому что на следующую купальскую ночь мы опять пускаем венки и там уже может быть у нас и другой суженый будет. Сбор целебных страх тоже, как я уже говорила, идет ранним утром, пока еще солнышко полностью не встало над горизонтом, когда еще роса не сошла с травы. И вот девицы и молодые женщины уходили в луга и леса за целебными травами. И прежде чем рвать траву, ее даже я бы сказала не рвали, а отрезали бабьим ножом и при этом читали заговор. То есть спрашивали разрешение у Бога Отца и Матери Земли. Небо Батии, до земля Матии, разрешение травки порвати, до корешков накопати. Вот тогда, когда чувствуете, притом это все делается на связи с землей, на связи с Богом, когда вы чувствуете в себе вот это состояние прихода божеств, тогда вы начинаете как-то обращаться к травке, что-то с ней делать. При сборе трав или особые заклинательные песни приговаривали от солнца травка, от земли корешки, к чему она пригодна, к тому нерву. Вот так травку собирали. Как я уже говорила, что каждое растение имеет свой символический так, куда-то я сейчас мне заново все перемотать. Нажали на эту кнопочку и пошли. Сама вошла в состояние кудес. в состоянии в состоянии у меня все это дело надо кнопочки нажимать. травки. Вот. Вот. Что делают еще с травами? Вот соберут травки разные и кладут их под подушку с заговором. И вот опять же деревенские жители рассказывают, как это делается. Это на Иванов день на цветы ложились, а цветы клали под подушку, спать ложились и под подушку клали цветы. И вот это приговаривали. Одиннадцать цветов двенадцатый колос подали во сне мыли колос с кем до во сне поведаться с тем до на век и повыучаться. Вот так мы говорили. Каждый цветок имеет свою силу, каждый цветок имеет свое символическое значение. Мак обозначает страсть или боль. На закате на растущую луну, сейчас, кстати, луна на растущую, и можете сегодня пойти на перекресток четырех дорог, взять с собой маковые зерна, зажать их в руке, остановиться на перекрестке четырех дорог, сказать с четырех сторон, по четырем дорогам мой суженный ко мне идет, меня с собой заберет. Пойдите на перекресток четырех дорог, правой рукой через левое плечо бросить зерна мака на перекресток, и потом, когда идете домой, не облядываться, и ни с кем словом не обновиться. И тогда, через какое-то время, а обычно это время бывает, мы же гадаем вот таким образом, на полтора-два месяца, то есть в течение полтора-двух месяцев, ваш суженный вас найдет и с собой заберет. Конечно же, любой праздник не обходился без хоровода. Хоровод – это буквально сакральный танец, который объединяет людей. Наши предки водили хороводы для гармонизации человеческих энергий, чтобы не терять ощущение целостности своего рода, общины, племени и объединения с природой. Энергия хороводного движения раскручивает поток психической энергии, которая и производит чудеса. Это влияет прежде всего на самих людей. Допустим, пришел на обряд усталый и хмурый, походит в хороводе и стал бодрый и веселый. Это я сама наблюдала много раз, как люди просто преображаются, когда они вводят хоровод. Замечено влияние хоровода и на погоду. В том месте, где люди хоровод ведут, ключи расходятся и солнышко выглядывает. Хороводы гармонично сочетаются музыка, песня, танец, слова, ритм и темп. Поэтому, вводя круги внутренний космос каждого человека приходит к ладу. Все вокруг умиротворяется, гармонизируется. Во внутреннем мире человека подсознательно выстраивается модель гармоничного, творческого, приносящего щедрые плоды взаимодействия в социуме и в парных мужских и женских отношениях. Кроме этого, хоровод обладает защитными свойствами. Собирались уже на праздник семья или две семьи, или всем родом, или два рода, или несколько поселений. Для чего? Для того, чтобы молодежь познакомилась друг с другом и могла создать парные союзи. Но, во всяком случае, люди эти когда-то видели, по крайней мере, друг друга или знают хорошо, или родственники тех молодых людей между собой как-то знаются. Это было важно, чтобы создать кольцо силы во время хоровода. И вот здесь такая фотография, здесь никакого фотоэффекта специального нету. Это сделано просто на обыкновенный аппарат на электроне и получилось вот такое кольцо силы. То есть, когда люди в хороводе входят в особое измененное состояние сознания, его по-разному, вот сейчас научное название «измененное состояние сознания», у нас в волшебниках это называется состояние кудесное, состояние кудес, а у простых людей это соединение с Богом. Когда у людей такое приподнятое молитвенное состояние, и они все вместе вводят хоровод и поют хором, то получается единое поле, поле силы или кольцо силы в данном случае. Вот что такое хоровод еще. Обязательно купать луну, как обойтись без купания. Вода наполнена всеми травами, собрала всю их силу. Вода наполнена солнцем, луной, поскольку солнце в зените, все природные силы обострены и максимально активны. и поэтому купаясь в этой воде, вы можете снять с себя всякую хворь. Так что такое свято дара. Только присоединился, что будет запись, обязательно будет, конечно. Так, травы наполнены, вода наполнена, все волшебное, солнце волшебное, вода волшебная, травы волшебные, все силы в природе волшебные, то есть в это время обязательно нужно прикупаться, пилинки плести. Согласно древнему поверью, вода приобретает магическую силу, помогает очиститься от всякого зла, исцелиться, приобрести крепкое здоровье. В некоторых областях правда считалось, что на этот день выходит именником сам водяной, который терпеть не может, когда в его царство вторгаются люди, и поэтому он может мстить, если люди неосторожны. Однажды, много лет назад, у меня на празднике был такой случай. Я всегда, когда на праздник людей называю, всегда говорю, спиртное с собой ни в коем случае не дать. Но я же не проверяю все сумки. Вот поехали двое, мужчина и женщина взяли с собой два литра вина. На празднике они поссорились, я их не видела в хороводах. А потом они сообщают, что мужчина-то пропал, и потом его искали несколько дней и нашли утонувшим. Вот так вино действует. То есть на такие праздники и на самом деле у славян не было принято пить вино на празднике ни в коем случае. Вообще же ледовуху или квас или какие-то еще такие слабоалковольные напитки разрешалось пить людям после 45 лет. То есть тем, которые уже имели семьи и у которых дети уже подросшие. Это вот такой у нас обычай долусловян. Это значит купание. И теперь переходим к костру. Основная функция купальского костра это очищение и привлечение удачи. Вокруг костра водят хороводы, пляж, упалют, купальские песни, всячески развлекаются. Важная традиция ночи это прыжки через костер. Считается тот, кто прыгнет высоко будет наиболее удачливым. Девушки в свою очередь прыгали, чтобы очистить себя и предохранить от всяких мелочей, порчей, заговоров и чтобы русалки не нападали. На самом деле кто такие русалки в нашей славянской традиции это не обязательно сирены с хвостом, которые поют и заманивают пыдников. Дело в том, что в это время года русалки могли приобретать вообще человеческий вид. То есть девушки с ногами, которые пляшут вместе с теми, кто водит каравод вокруг костра и могут наводить какие-то вот какой-то зло делать человеку. Как разжигали костер? Этот огонь получают обязательно тренинг. Тогда он живой. и горит, завиваясь хохлуками. То есть совсем не так, как другой огонь. От этого огня много искр. И в этом огне можно увидеть разные образы. То всадника на коне, то кубравую дизельницу, то вдруг ящерка промелькнет к тому, что почурится. И на основе тех образов, которые привиделись человеку, когда он смотрит на огонь, тоже люди дадали. Более подробно я буду рассказывать об этом на своем курсе. Через три года вытирали огонь. Это было дело стариков. Это тогда были старики, а по-нашему людей после 45 лет. То есть почти молодые люди. остальные пока взгнетают старики живой огонь молча и непорвижно стояли вокруг, ожидая чудного явления Семаргла Бога огня. Значит вот на Купайскую ночь костер делали. На нижней картинке вы видите он стоит шалашиком этот костер. на разные праздники по-разному костер выкладывают. Вот на Купайскую ночь костер стоит шалашиком и в этот шалашик обязательно вкладывали травы защитные травы которые снимали всякое колдовство всякую порчу всякие хвори и как я уже говорила это обережные травы в том числе зверобой а также крапивы чувствуете что жгучее растение полы горькое растение это как бы еще было чебрец шофей мята или в некоторых областях ее называют рута а также фенхель вербена подорожник вот эти травы клали в костер и возжигали него значит почему эти травы клали в костер потому что в этот костер также складывали еще одежду больных людей для того чтобы снять с них вот эти хвори может быть наговоры может быть кудовство может быть порча сглаз и так далее но проклятие допустим не снимается а вот всякие такие мелкие пакости это снять можно и вот задымилась вот полыхнула и весь царь бог с нежешевной земли загорелся костер великий дар животворящего бога и горит это к такому по особому как я уже говорила да то есть завитушками обязательно через костер прыгают и вот когда я изучала я же изучала как бы не только просто славянские традиции я еще как эзотерик изучала как эти традиции почему они откуда они взялись что за ними стоит и как это физиологически и психологически действует на человека и вот мы на обыкновенную фотопленку снимали прыжки через костер и что мы видели что во время прыжков на пленке это всегда отражалось как будто бы тень какая-то от человека отделяется и вот как бы тень остается с одной стороны костра да а люди перелетают уже без этой тени как будто что-то от человека плохое отходит это вот как я вам уже храб показывала он тоже без всяких спецэффектов снят на обыкновенную пленку да там видно что просто действительно образуется кольцо некой силы также и через костер когда люди прыгают то такие вот интересные спецэффекты образуются огонь главная особенность купальской ночи очищающие костры вокруг них водили хороводы пристали прыгали кто удачно и выше прыгнет тот будет счастливее в некоторых местах через купальский огонь прогоняли домашнюю скотину или делали огненный коридор и через него прогоняли как больных людей которые простите прыгать не могут так и домашнюю скотину для защиты от мора для защиты от хвори в купальских кострах матери сжигали снятые с хоров детей сорочки чтобы вместе с этим бельнем сгорели эпиболизни молодежь и дети напрыгавшись через костры устраивали шумные веселые игры и бег на перегонки костер обладал магической степей способностью отгонять всякую нечисть особенно ведьм ну или людей которые любят делать какое-нибудь зло из вредности помимо костров в некоторых местах купальскую ночь поджигали колеса и смоленые бочки что является символом солнца и конечно же никакой праздник купальской ночи необходимся без цветка папоротника где искать основной цветок папоротника я вам бы сказала на небесах потому что в это время года становится виден центр нашей галактики млечного пути именно там стоит искать основной цветок папоротника можно и так по-простому говорить то цветок папоротника ищут уже тогда когда совсем стемнело когда люди через костер напрыгались а если пара прыгает через костер сцепившись руками то это не значит что они обязательно поженятся ну допустим они обозначают то что им хочется быть вместе и мы современные люди относимся к этому не очень серьезно а на самом деле ведь если мы делаем какие-то символические действия в поворотные точки года когда боги слышат нас когда они выполняют наши желания то когда вот пара летит через костер и как я говорила там всякие всякое плохое от них отходит в том числе отходит все то что мешает им налаживать отношения то это скрепляет пару это как программа такая которая уже на подсознание ложится то есть это все не просто так к этому нужно ну скажем так более осознанно относиться если уж не серьезно то более осознанно и так поиск цветка папоротника вот когда там напрыгались они через костер они могут уже уходить в лесок и там целоваться любоваться друг на друга в древней Руси папоротник считался растением перуна потому что вот начиная с 23 июня начинались дни перуна и кончались Русалии перуна это языческий бог громовержец покровитель русского воинства в ночь на купале в лесу искали цветок папоротника или его называют перунов цвет и разрыв трава ровно в полноч расцветел золотым огненным жар цветом разрыв трава разорвет тьму ночную разрушит все узи все замки оттали неведомых и хоть ярко будет тот цвет но взор от него отвести не берет силы но цветок красуется лишь короткое мгновение не успеешь глазом моргнуть как он как он блеснет не исчезнет и вот на эту деталь я обращаю ваше внимание потому что как тут Ольга сказала что все ищут цветок папоротника никто не находит а вот и нет находит и сейчас об этом будет мой рассказ тот кто сорвет первым цвет в ночь на купале с него вретет великую будет он защищен навсегда от злых чар до создания мари ну или создания злобных итак цветок этот цветет какое-то мгновение а потом исчезает так вот как цветет папоротник простой народ это вам рассказывает а огоньков этих на Ивановскую ночь так мы пойдем возьмем коробочки из-под спичек пойдем собирать с ветвячков вот что вот этот огоньок то везде по дороге зайдешь так на обочине везде их просто как вот огоньки накиданные и вот почему-то только на Ивановскую ночь вот эти червячки светилик эти огоньки понимаете только на Ивановскую ночь конечно в южных широтах там светлячков больше а вот представьте себе наши петербургские ночи где у нас светлячков вообще мягко выражаясь нету это мягко выражаясь а вот на Купальскую ночь именно в дни 21 22 23 июня у нас иногда светят светлячки и вот расскажу неведомую историю это произошло много лет назад собрала людей повезла на Купальскую ночь праздник идет своим чередом и вдруг ко мне толпа девушек несется человек 6 наверное все кричат нашли 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 цветок папоротника и одна из них по имени Светлана несет веточку папоротника а на ней сидит светлячок так вот видите одно с другим сходится вот то что люди говорили и то что здесь написано и то что было у меня конкретно на семинаре и что было дальше со Светланой в ее жизни когда она поехала со мной она была на грани развода со своим мужем но когда она нашла цветок папоротника через некоторое время они с мужем помирились до сих пор живут вместе у них сынок вырос уже в институте учится мало того Светлана сама стала дизайнером как это называется дизайнером ландшафтов и приобрела такую славу что она популярна не только в нашем городе но и другие города приглашают вот что такой цветочек папоротника вот он цветочек как бы девушка нашла его а как он выглядит художники рисуют его по-всякому и цветочком аленьким и цветочком беленьким и каким угодно а вот как оно на самом деле теперь вы будете знать еще не обходится в празднике солнцеворота без лабиринтов потому что лабиринты способны менять наше сознание с негатива на позитив на самом деле и на самом деле в природе есть разные лабиринты и назначения этих лабиринтов самые разные вот на Кольском полуострове есть лабиринты на Словецких островах есть лабиринты на самом деле лабиринты есть по всей земле это только то что сейчас открывается А на самом деле, действительно, они по всей Земле распространены. Здесь я вам на фотографиях несколько лабиринтов привела. Есть лабиринты, по которым ходят люди, допустим, женщины, не забеременеете. Она походит по лабиринту через некоторое время, семеременевая. Или лабиринт, вот не встретить человеку свою пару, походят они по этому лабиринту, а потом встретят свою любовь. Или лабиринты, которые на здоровье, то есть они хворь очищают, вычищают из человека, и человек выздоравливает. Вот разные-разные всякие есть лабиринты. И то, что я вам сейчас предлагаю, я вам предлагаю поиграть в лабиринт. И вот в нижнем левом углу вы видите лабиринтик. Предлагаю сейчас вам взять бумагу и карандашик. И нарисовать вот такой лабиринтик. Обязательно, чтобы была серая дорожка, которая закручивается против часовой стрелки. Обязательно, чтобы была белая дорожка, которая раскручивается из центра уже по часовой стрелке. Мы сейчас проведем такой небольшой обряд по изменению своего внутреннего состояния. Сейчас вы берете карандашики, берете бумагу. Пока рисуете лабиринтик, я вам расскажу, что мы будем делать. Лабиринт очищает нас от обид, от чувства вины. Если у вас есть такие качества, как жадность, зависть, ревность, от этого вы можете избавиться через лабиринт. И вы рисуете лабиринт, а сами думаете, от чего, от какого качества вы уже хотите избавиться. Может быть уже какие-то отношения изжили себя, и можно тоже от них уже избавиться, можно их закончить, закруглить. Потому что вот этот центр, вот эта вот черта в центре, она как бы является переходом из прошлого в будущее. То есть, когда мы ходим по серой дорожке, мы думаем о том, чтобы избавиться от чего-то. Потом мы стоим в центре лабиринта некоторое время и чувствуем. Самое главное, нам следить за тем, что мы ощущаем и за тем, что мы чувствуем. Мы чувствуем, как мы избавляемся, как с нас что-то сходит. Какие-то идут изменения в сознании, в теле, в ощущениях тела, в чувствах, прочувствовали. Когда очистились, вы готовы перешагнуть из прошлого в будущее. И когда перешагнули, то опять здесь стоим какое-то время, как бы карандашиком не ведем дальше, а карандашик стоит, перешли в будущее, в белое пространство. И опять ощущаем, что по телу развиваются. Какие аллергии пошли? И тут мы уже загадываем желание. А чем мы хотим, чтобы жизнь была наполнена? Что мы хотим, чтобы в ней произошло? Какие изменения? Поскольку у нас сегодня ночь с шестое на седьмое, и эгрега, то есть вера людей все равно работает, то может быть что-то у кого-то получится, будем надеяться, да? То есть какие-то желания могут действительно сегодня исполниться благодаря тому, что мы делаем этот небольшой оград. Кто готов, кто взял карандашик и стоп-бумаги, кто нарисовал лабиринт, тот поставит плюсик в чат. Я буду знать, что уже можно начинать проводить эту игру, этот обряд. Если согласны, да? То есть если вы готовы, ставите плюсик. То есть готовность это значит нарисовала только серый круг. Но обязательно нужно, чтобы в сером круге, вот как здесь на рисунке, была белая хотя бы такая полосочка, да? То есть нужно и серый, и белый, и серую дорожку. То есть одну дорожку вы как бы закрашиваете, а другая беленькая. Это дорожка, по которой вы из центра будете выходить на свет белый, как бы заново рождаться. Вот когда мы из глубины откуда-то выходим, это еще символизирует, что мы рождаемся к новой жизни. Мы как бы из утробы выходим в новую жизнь. Это вот такой вот у нас будет сейчас обряд. Мы будем рождаться в новое бытие. Мы будем рождаться в новую жизнь. И мы будем как программу нести через все витки лабиринта все наши желания. Это очень важный такой момент, на который стоит обратить внимание. Поэтому вы сейчас сосредоточьтесь на этом внимательно. И лабиринт нарисуйте, как я говорю, чтобы была серая дорожка и белая дорожка. Обязательно. Когда будете готовы, поставите плюсик. Потому что когда мы пойдем, мы пойдем все вместе. То есть я вас поведу, делая остановки там, где это нужно, давая вам возможность прочувствовать, да, что нужно вам прочувствовать. У каждого будет свое ощущение, у каждого будет свои чувства, у каждого будет свое мести, у каждого свои желания, в конце концов. Но это нужно пропустить через свое тело обязательно. Когда вы пропускаете это через тело, то тело запоминает это как программу. И потом эта программа включается и начинает работать уже в вашей жизни. Когда я провожу в реальности такие лабиринты, то есть мы этот лабиринт нарисуем на земле, мы его выкладываем из свечек. То есть у нас получается огненный лабиринт. Действует он равнозначно Купальскому костру. Курс, который я буду у вас вести, он обозначает солнечные праздники в домашних условиях, да, то есть или у себя на даче, или у себя в доме, или у себя в квартире. Что можно сделать, чтобы достойно встретить в празднике солнцеворота? Вот один штрих, огненный лабиринт, который является и лабиринтом, который меняет наше сознание с логатива на позитив и одновременно очищающий костер. Итак, кто готов, кто хочет с нами поиграть в этот необыкновенный обряд, тот ставит плюсики в чат. И тогда мы сейчас с вами проведем такую как бы медитацию, да. Только у нас Наташа Ксения и Татьяна готовы? Больше никто не хочет? Или еще кто-то хочет, чтобы вы подождали? Если хотите, чтобы вы подождали, так напишите в чат. Подождите, еще не готов. Светоданка готова. Я вас жду, сама потихонечку говорю, что много чего я знаю, да. Много чего есть. Много разных заговоров, много разных обрядов. Но в течение одного маленького презентационного вебинара это все не рассказать. И основное, да, я буду давать на своем курсе. У нас будет 8 основных праздников, которые каждый по отдельности мы будем рассматривать. Совершенно верно, Валентина. Нужно рисовать вот так, как здесь нарисовано. В левом нижнем углу. И в правом, там сложный лабиринт, а в левом нижнем углу рисуночек. Нужно рисовать, чтобы была серая дорожка, которая идет в центре лабиринта. А из центра лабиринта белая дорожка. То есть по белой дорожке вы идете уже по салон, вы идете уже по часовой стрелке, вы идете уже с новой программой желаний, которая обязательно воплотится в вашу жизнь. То есть нужно рисовать не два отдельных круга, а как бы круг в круге. Итак, если кого-то подождать, напишите. Если нет, то мы начинаем, потому что время-то бежит уже 9 часов. Я, конечно, задержалась намного, но поскольку я задержалась, я не имею права задерживать других. Поэтому я начинаю наш обряд. Сейчас вы ставите карандашик на начало серой дорожки. Вы уже знаете, от чего вы хотите избавиться, от каких качеств. Что-то должно освободить место для нового. Без этого не бывает. И начинаете медленно двигать карандашик по серой дорожке. Медленно двигается карандашик по серой дорожке к центру круга. Вы продумываете все, от чего вы должны избавиться. И с каждым штришком, с каждым шагом вы чувствуете, как вы освобождаетесь от накопленных обид, от чувства вины, от отягощающих души, желаний, от неизбывшихся надежд, от того, что уже отжило и должно освободить место новому. Медленно идете выкрандашиком по лабиринту, и вот уже подходите к центру лабиринта. Подходите к центру лабиринта и некоторое время давайте постоим здесь, прочувствуем, прочувствуем, как струйками стекает с нас тот негатив, который мы долго носили. Как мешок ваших тяжестей душевных падает с ваших плеч и остается в прошлом. Прочувствуйте, как облегченнее вы вздыхаете после того, как эта тяжесть свалилась с вас. Расправьте плечи, вдохните глубоко и сделайте шаг вперед. Ведите карандашиком через черты. провели через черты в белое пространство и остановились. Остановились, чтобы почувствовать, что начинается ваше рождение. Теперь думайте о том, что вы хотите, чтобы произошло в вашей жизни. Думайте о своих желаниях. Думайте, как они наполняют вас. Ваше сознание, ваши чувства, ваше тело наполняется теми желаниями, которые должны произойти в реальности. Они должны реализоваться. И вот мы медленно-медленно карандашиком движемся по белому крови и движемся к рождению. Чувствуете, что с каждым шагом силы пребывают, наполняют вас. Пребывает уверенность в том, что вы задумали, она обязательно избудется. И вы словно от богов получаете силы для того, чтобы эти желания сбились. Глубоко вы дышите. И вот вы приближаетесь уже к выходу из любилинта. Медленно, спокойно выходите, с чувством уверенности, с чувством силы и с восторгом, который наполняет ваше будущее. Вышли и постояли немного. Ощутили. А теперь написали в чат. Что прочувствовали? Что прочувствовали? Получилось ли? Как входили, что чувствовали? И шли, что чувствовали? Что было в середине лабиринта? И что было, когда вы вышли из лабиринта? Свои чувства кратенько напишите в чат. Мне это будет интересно узнать, как это получилось. Вам самим, наверное, будет интересно поделиться друг с другом, что у кого получилось. Ну что у нас, чат немножко задерживается? Или еще все в лабиринте? Еще не вышли из лабиринта? Или еще не все ощутили? Ну ладно, вы пока выходите из лабиринта, а я буду говорить дальше. Кто-то ничего не почувствовала, говорит Олентин. Ну что ж, наверное, были не в том состоянии. Ксения, выйдя, наступило спокойствие. А когда шла Ксения по лабиринту, что-нибудь было, что-нибудь чувствовалось, прямо клубок распутался, говорит Елена. Да, такое может быть. Если вы работаете сами с собой, то все происходит. Если вы ждете, что я сейчас палочкой измахну, и все само произойдет, то ничего не произойдет. Потому что эта практика направлена на то, чтобы вы сами с собой работали. И все практики, которые я буду давать на своем курсе, они направлены на то, чтобы вы сами с собой работали. Чтобы вы работали со стихиями, и тогда оно будет происходить. Елена. Прямо клубок распутался, крылья появились, в солнечном сплетении легче. Светлана. Жаль, внук отвлек, не могла пройти всю практику, переделывая по записи, но ощущения энергии были, энергия очень светлая и ясная. Так что, как бы у кого-то я рада, что получилось. Теперь поговорим о том, что если уж как бы вот эта черта в центре лабиринта не показала вам, что эта черта обозначает центр галактики. То есть мы рождаемся из центра галактики. Ну ладно, дальше уже пойдем. Более подробно поговорим на самом курсе, кто придет. Итак, мы будем рассматривать годовой цикл и все праздники Солнцеворота. Этот цикл рассматривается как цикл жизни Бога и природы. Цикл преобразования в природе. Так 25 декабря Бог рождается, потому что она рождается новое солнце из-за этого коляда. 1-3 февраля это детство Бога. В это время скот начинает плодиться. 21-23 марта это верность Бога. В это время солнышко яркое или ярое. И называют его ярила. Начинает таять снег, потому что под ярым солнышком все это происходит. 1-3 мая пора любви. Первый, нежный. Птицы поют свои любовные песни, пробивается первая травка, распускаются листья. 21-23 июня это свадьба Бога. Вот время, которое мы переживаем это свадьба Бога. 2-3 мая солнце в земле травы наливаются силами, завязываются и поспевают плоды. Животные птицы образуют пары и рождаются птенцы и рождаются животные. 1-3 августа зрелость Бога в это время начинает поспевать урожай. 21-23 сентября подведение итогов что в жизни достигнуто. Сбор урожая в это время заканчивается. 1-3 ноября старость и мудрость Бога. День святовита самое темное время года. Все эти праздники, которые здесь отмечены, мы будем с вами рассматривать и каждый праздник будет одно занятие. Курс называется «Обряды и практики праздником солнцеворота в домашних условиях». Сейчас нам Ольга даст ссылочку на запись на этот курс. Этот курс состоит из 8 занятий, так как у нас 8 поворотных точек, когда солнышко поворачивает наш мир и всю природу к новым изменениям. Начало занятий будет 9 августа, это будет среда, в 19 часов по московскому времени. Вот Ольга дала ссылочку на запись на этот курс. Каждое занятие будет подлительность 3 часа, проходить это будет 1 раз в неделю. Вообще стоимость каждого занятия 2 тысячи, но если вы оплатите до 1 августа, то действует скидка. И тогда каждое занятие для вас будет стоить полторы тысячи рублей, а следующий набор будет не ранее 1 декабря. Еще раз повторяю, что вы получаете практики в готовом виде. Вы получаете обряды, проходя через которые, работая с собой, вы преобразуете свою действительность. То есть вы, по сути, начинаете заниматься народной магией. И тут нет волшебника, который машет палочкой, но есть ваша внутренняя работа. И то, что я буду давать, это проверено уже на всех моих учениках, и это проверено уже многие тысячелетия прошло с тех пор, как люди начали делать эти обряды. Получалось же, у тех, кто не ждал от природы, не ждал от других людей, а работал сам. что вы получите, пройдя курс? Как подарок вы получите алгоритм проведения любого праздника солнцеворота. Я сейчас прошу Эльгу обязательно дать ссылочку на мой подарок. Алгоритм проведения любого праздника солнцеворота. Это то, что на вебинаре. то есть вот вебинар прошли и получили вот этот подарок. А если вы пойдете на курс, то у вас будут конкретные обряды и действующие практики. Каждый из праздников солнцеворота мы будем рассматривать отдельно, и вы получите обряды и практики соответствующие данным периодом года. В эти практики входят обряды и на материальное благополучие, и здоровье, и налаживание личной жизни, практики очищения жилья, физического тела и души, практики постановки защиты. Каждое занятие будет записываться. Если вы не сможете присутствовать на занятии очно, вы получите запись занятий. уникальность этих занятий в том, что я даю работающие практики, как отмечать эти праздники, находясь дома или у себя на даче. То есть для своей семьи, для своего рода, для своих единомышленников. Если вы с семьей проводите хоровод, это действует намного сильнее. Если вы с велимышленниками проводите хоровод, это будет намного сильнее, чем если вы поедете куда-то на север или на юг, и там будете участвовать в большом хороводе. Всегда своя земля, ближе к телу, говорят, да, своя земля дает необыкновенную силу. Именно поэтому я провожу такой курс, который называется «Практики и обряды праздников солнцеворота в домашних условиях». Итак, подарочек на алгоритм проведения любого праздника солнцеворота. И, собственно, все. Я на этом заканчиваю и передаю слово Ольге. так, Ольга, я выключаю микрофон и передаю слово вам. «Сейчас Ольга появится». как повыновение волшебной палочки. То есть, как ведьма говорит, я исчезаю. То есть, я сейчас исчезну, а Ольга появится. У нас сегодня волшебная ночь, и все,